И всем еще раз привет, на связи Кристина Шампа, и сегодня мне оставят отзыв, продолжение отзыва от Натальи Иван на тему самопроявленности. Первую часть вы уже можете посмотреть на ютубе, под этим видео вы будете, найдете ссылку на первую часть отзыва, вот, тут муската приступ нежности, мускат. И, пробежимся по плану, у нас предыдущий отзыв прервался со связью на той части, что я говорила о том, что в октябре, где-то 25 октября, я возвращаюсь в Томск, с Москвы, и у нас началась такая более глубокая проработка эмоциональных блоков, вот, я тут себе записала, были связаны с сепарацией от родителей, Такое избавление от токсичного чувства вина, навязанное регулиозными взглядами, вот, также какой-то такой некий сексуальный блок на тему Ты занимаешься тантрой уже много лет, насколько я знаю, около 30, и это вот как-то не мечится с христианской религией и вот с самими тантрическими учениями, поэтому это вызывает некоторые психики, наверное, такой когнитивный диссонанс, да, то есть, вот, проявляться в этой теме. Что можешь сказать по этому, как ты чувствовала по ту сторону, вот, с чем тебе была полезна индивидуальная работа, тогда такое тотальное погружение, можешь передать уже спустя год, как это было для тебя? Мне действительно важно было разобраться, что во мне работает, какие программы, какие убеждения, какие, собственно, желания, мысли, и все это важно было, ну, разложить и принять все то, что мне помогает разбираться и выяснять все-таки глубже про себя, вот. И, конечно, действовали родительские программы, потому что я вышла из семьи, как, да, хорошая дочь, примерно ученица, и это, ну, сильно ложится на, ну, таким клеймом, на сортность такую, ну, психическое такое восприятие вообще себя и как я должна поступать в этом мире, не толкаться, не ругаться и вообще вести себя примерно. И, по сути, это развивается тем, что не идет исследование собственное желание, как-то забивается и идет нарабатывание какой-то такой маски социальной. И, по сути, неосознаваемая вот эта идет вещь, она тоже рабочая, там много энергии, там много плюсов, вот. И я это тоже не осознавала до той поры, пока понимаю, что что-то где-то нет меня в этой жизни. Есть семья примерно, да, есть муж отношения с ним и его бизнес, куда я тоже складывалась, но это его бизнес, это не мое дело. Он, мой взгляд, несколько иной, и он не совсем там ужился, вживался. И сквозь все это я понимаю, что мне западает сфера собственной реализации, и какая еще в этом своей реализации, я себя не видела, не осознавала и, по сути, не знала еще. И я понимаю, что мне остается небольшой промежуток времени для того, чтобы догнать, выровняться, потому что, ну, добрая половина жизни уже проходит, да, да, позади. И я понимаю, что сейчас много ресурсов, плюсов, но, тем не менее, нужно догонять. И вот в этот период я, конечно, стала сталкиваться с какими-то непонимания себя, какое-то, может быть, неуважение, не считаются со мной. И какая-то вот сама агрессия в том числе, она порой выскакивала и давала в этом сказать, что не все в порядке, что-то нужно привести в соответствие. Как вот тебе удалось запустить вот этот процесс эмоциональной сепарации от родителей? Вот сейчас уже, получается, мы это делали в октябре, да, получается, ноябрь-декабрь, и сейчас седьмой месяц, да, восемь, девять месяцев назад. Вот девять месяцев назад было такое касание, когда вот, ну, я просто работая с тобой, обнаружила, что ты, ну, как будто бы сложно тебе проявляться, говорить о себе, и как будто бы есть страх вот этой оценки родительской. Как сейчас ты чувствуешь это? Ну, действительно, оглядка туда была, потому что, собственно, семейная система, она взяла многое из родительской, и как-то автоматически она взяла те программы, его, как бы, видение, тот маячок, да, на правила, которые были в семье моей. Однако я понимаю, что и там поиски тоже были, и разговаривая с отцом, это было понятно, что не все проявлено, но он был благодарен, потому что я его приняла в его, да, каких-то острых таких моментах, не согласия с собой. И его сейчас уже нет, но я понимаю, что работаю, я все равно продолжаю и с родительской фигурой работать, и с принятием его, и с познаванием мужского мира через, опять же, фигуру отца. Но это более так глубоко, по сути, у меня, это, может быть, лично мой такой путь, особых таких конфликтов нет. Я понимаю, что на рожон лести, как бы, оно мне незачем выяснять специально какие-то идейные, ну, кто придерживается каких-то идейных мыслей, например, с мамой. Она у меня достаточно мирная, миролюбивая, и я поняла, что она приняла меня в своем пути в какой-то момент, и я ей за это благодарна. И вот такая вот поддержка, она у меня чувствуется, и мне это и достаточно. Все остальное я считаю, что мне важно внутри себя проработать какую-то, ну, как сепарацию, как смелость брать на себя, ну, взвешенное решение, которое у меня появляется. Не оглядываясь ни на кого, по сути, для меня это и есть сепарация. Я жалюжи занавесила, и он мне подрассчитал, врезался туда. Хорошо. Ну, и вот тогда мы работали 10 часов, и где-то примерно такое у нас погружение было, и тогда же мы запустили процесс видео, то есть мы прям погружались в тему проявленности, и уже работали после того, как лично проработать, ну, проработка личных эмоциональных блоков, дальше уже начались такие, такой маркетинговый путь, то есть у нас была распаковка твоей личности, после чего мы начали как бы вот погружаться в тему, кто твой клиент, кого ты видишь своими клиентами, с кем тебе комфортно работать, куда тебя тянет, да, каким клиентом, в какое направление, то есть мужчина или женщина, какой возраст, какой масштаб, в рамках города, в рамках, не знаю, там, ты вот делилась, что ты любишь путешествовать, что ты хотела бы попутешествовать, то есть как сделать, создать такую деятельность, чтобы была возможность географической такой свободы, такой автономности. И там мы уже работали маркетинговыми инструментами, то есть распаковка личности, дальше стратегическое видение, клиентское видение, кто клиент, куда идти, что клиенту давать, какой продукт продавать. Вот, также на пути мы обсуждали твою индивидуальную продуктовую линейку, в DQD создали меню, но, к сожалению, пока ты им не стала пользоваться, я так понимаю, что оно у тебя не прижилось, но меню было создано, что, чтобы, меню услуг, чтобы можно было онлайн записываться. Вот, и для зрителей скажу, что вот это мы, получается, в октябре работали, а в ноябре, уже два месяца спустя, получается, Наталья анонсирует открытие своего клуба кинестетиков в Томске и, собственно, начинает проводить уже, начиная с января 2023 года, групповые телесные практики, мнуши, и раз в неделю ты проводишь тренинги по личностному росту, по личностной трансформации для мужчин и женщин в разных местах. Вот такой путь был. Что скажешь, вот так вот, слушая со стороны о себе? Как вот себе оглянуться назад? На самом деле я представляю, что это мощный для меня скачок. За эти два года так получилось, что действительно мы с собой знакомы эти два года и более теснее, ну или более автономно, но я это так проходила. И встречи с тобой, они были очень важны в определенных точках, особенно в этих точках уязвленных моих женских, да, и твоя уверенность в том, что это нормально, что это непросто. Брать деньги с клиентом – это нормально, иметь свои потребности – это нормально. Ну, и про деньги тоже, и про то, как заявить о себя, и что свой опыт вот этот 30-летний принятие, мне это было, ну, пикотно, да, и очень боязно. И видя, насколько твоя уверенность, вот эту вот гордость, может быть, за то, что ты меня хотя бы понимаешь, за то, что у тебя свое видение в этом есть, и ты твердо вот стоишь на своих позициях, тебе от этого кайфово, у меня вот таким трансформационным как-то вот пониманием перевернуло во мне что-то, что я тоже стала воспринимать это вполне нормальной часть жизни, более того, ну, какой-то уникальной, потому что действительно не все люди настолько чувствительны с энергией, не столь они много видят в них, да, насколько удается видеть, ну, даже мне, и это здорово признать и этим пользоваться. И поэтому я тебе благодарна за то, что ты увидела меня более полной, чем я на момент нашего знакомства и нашего совместного путешествия. И вот твоя вот эта искренняя сердечная поддержка, она очень щедрая на человеческую такую любовь и позволяет действительно верить в лучшее в себе, раскрывать, расправлять крылья, и хочется проявляться. Веря, как ты, видя, как ты это воспринимаешь, насколько это и такое значение, чтобы проявлять качество в своем проекте. Супер, ну, вот такие у нас произошли трансформационные изменения, да, и в, скажем так, в большом масштабе, да, каких-то суперогромных денег заработано не было, и некоторые там бизнес-наставники, наставники-экспертов идут к твердому результату. Нет, мы в этом видео не будем говорить о каком-то твердом денежном результате, к которому пришла Наталья. Для меня было важно дать ей такое пространство, где она бы смогла почувствовать «I'm okay», и то, что я прожила, и мой опыт «I'm okay», и показать инструменты, как минимум YouTube, для того, чтобы заявить о себе и нарабатывать себе социальный капитал. «Наташ, ты зависла у меня». Тебе меня слышно? Тогда продолжу, ну, я вижу, что я пишусь. Наташа вылетела, видимо, у нее что-то в соцсети сейчас присоединиться. Да, и нарабатывать себе такой социальный капитал. Наташа, вижу, что ты вернулась, что ты в чате был. Ну, я уже резюмирую. Привали трансляцию, не слышу средних. Да, я резюмирую. Резюмирую, что мы не пришли к какому-то твердому, устойчивому, финансовому результату, но это и не было целью. То есть сейчас, как бы, Наташа больше, наверное, на собственной инициативе, да, вот у тебя клуб, который только находится в стадии развития, в стадии наполнения. Вот. Безусловно, если ты дальше будешь продолжать работать со здоровой агрессией и с твердыми действиями, типа как сегодня, вот мы с тобой вышли, и там 15 минут времени, мы сейчас записываем это видео, давать интервью, коллаборироваться с другими экспертами, смотреть, оцифровываться, то дела пойдут быстрее, и личная терапия будет проходить намного быстрее. То есть сейчас твоя задача немножко посмотреть на себя уже не как ремесленника местечкового, а уже посмотреть на себя как на предпринимателя, да, что ты хочешь из своей деятельности сделать источник, из которого ты сможешь пить, финансового, то есть сочетание удовлетворения от тех практик, которые ты проводишь, и финансового результата, чтобы закрывать свои базовые потребности и не быть в процессе какого-то беспокойства, да, вот этой финансовой тревоги, и, соответственно, больше себе позволять. Вот, я уверена, что ты со временем найдешь эти ключи, то есть если у тебя будет появляться вот эта вот уверенность и так далее, поэтому продолжай действовать в том же направлении, ты сделала результат, он твердый, мы его можем увидеть, пощупать. Сейчас у тебя в Телеграме больше 80 подписчиков, ребят, которые кинестетики, у тебя четкая классная практика, офигенная, мнуши, и, соответственно, 4 месяца с января, январь, февраль, март, апрель, благодаря твоим практикам я вышла из эмоционального выгорания после Москвы, вот, то есть я смогла наполниться и собрать себя буквально из пепла, вот, поэтому продолжай действовать в том же направлении, мне нравится, как ты проявляешься, возможно, ты со временем выйдешь на чуть более такой, ну, более продвинутую аудиторию, да, и, скажем так, нащупаешь, потому что это всегда, кто нас смотрит в записи, это всегда метод проб и обшибок, вот, нужно порой поработать вот с теми, с кем ты работать не хочешь, чтобы убедиться, что это не твой клиент, вот, и точно для себя твердо решить, поэтому я тебе на протяжении вот этого 2023 года желаю, как бы, почувствовать свои предпринимательские грани, да, повзаимодействовать со своими амбициями, со своей здоровой агрессией, да, вот, быть может, мы тебя увидим в направлении тантры, например, либо еще какого-то направления, да, то есть почувствовать вот именно свою более глубоко индивидуальность, чтобы там вот сцепка была плотная, и вот эта вот плотная опора на себя, что я делаю то, что я считаю нужным, и я не смотрю по сторонам, да, меня могут не принимать, но, соответственно, ты всегда знаешь, к кому обратиться, кто тебе скажет, все делаешь правильно, но я хочу, чтобы и зависимость от моего мнения тоже не была, да, то есть все равно как бы наставник, он до какого-то периода, потом я могу не соглашаться, допустим, или другой человек может не соглашаться, мы должны быть автономными в своем видении, да, топить за свою правду и проживать свою жизнь максимально то, как вот ты, ну, то, как ты ее чувствуешь. Об этом нам говорит human design, нет внутренних авторитетов, нет внешних авторитетов, есть только внутренний авторитет. Вот, поэтому я тебе желаю больше погружаться в личные эксперименты и проживать свою собственную правду. Спасибо, Кристина. Все, спасибо, что дала отзыв, нашла время. Пока-пока. Пока. Друзья, под этим видео будут оставлены ссылки, вы можете посмотреть видео, YouTube-канал Натальи, значит, видеозапись первого отзыва, и, соответственно, ссылку, если вы в Томске, например, на ее Telegram-канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok